Следующий Здравствуйте, доктор Жалуйтесь Да я похвастаться А, ну тогда Будьте здоровы Продолжается работа Радио Вести Плюс Луганск В прямом эфире у микрофона Юрий Свидерский У нас по телефону В эфире, в гостях Ассистент кафедры инфекционных болезней И эпидемиологии Имени Валерия Фролова Луганского государственного медицинского университета Имени святителя Луки Светлана Якимович Светлана Евгеньевна, здравствуйте Здравствуйте, Юль Светлана Евгеньевна Ну, расскажите, пожалуйста Нашим радиослушателям Что сейчас творится На фронтах На полях борьбы Медиков республики С ковидом-19 Вернулись Не то, чтобы вернулись Знаете, как Сейчас обыватель Может Каждый, собственно И точно так же Мы с вами ходим по магазинам Все могут сказать О, вернулись маски На самом-то деле Они никуда не исчезали Постановление об их ношении И не отменялось Просто Как-то летом Все думали Что вирус высох И исчез А он неприятно Удивляет Эпидемиологов Почему? Ну, дело в том Что, к сожалению Да, и мы Предполагали Вот, помните Весной Мы говорили Что надеемся Что вирус уйдет Что температурные режимы Как-то уже Эпидемиологические мероприятия Как-то он уйдет И вроде как Должно было быть Но, к сожалению Никуда не ушло Да, люди Немножко Подрасслабились Немножко Ушли в отпуска Начали Передвигаться Туда Назад Миграции Организации И так далее Поэтому, конечно Противоэпидемический режим Нужно соблюдать Сейчас Ну, мало кто Мало кто в городе Соблюдает Но, видим Что есть Это есть люди Которые настойчивые Вот, в маске И в транспорте В общественном И в больницах И в институтах Студенты Тоже у нас Обязательный масочный режим Дело в том Что сейчас Немножко Переключились На другое Поскольку Пандемия коронавируса Все-таки Еще продолжается К большому Сожалению То Проблема Это волнует Всех и каждого Но сейчас Ну, что уже Здесь Сказать Все знают Что количество Вирусных Неммоний Увеличивается В городе Тут уже Даже Речь не идет О коронавирусе О коронавирусных Заболеваниях О самом вирусе О том Котором мы говорили А просто о том Что присоединился Еще и Осенний сезон Который Характеризуется Повышенной Заболеваемостью Вообще Всеми острыми Респираторными Заболеваниями Поэтому На фоне Вот это Осеннего сезона Межсезонья Так сказать Режим Температурный режим Немножко Меняется Осень Не наступает Поэтому У РЗ У РВИ Количество Увеличивается Поскольку Пандемия На слуху У всех Поэтому Может быть Даже Статистика Такая Высокая Потому что Люди С признаками У РВИ Все-таки Боятся Недопустительной Мании Боятся Коронавируса Боятся Того Что может Были Вконтакте Где-то Что-то В кавычках Согрешили Поэтому Пытаются Пытаются Обращаться Врачам Пытаются Влечь В стационар Чтобы быть Под наблюдением Врачей И получается Что в стационаре У нас Забитое Количество Больных С симмониями Большое Скажем так Что делать Человеку Который Чувствует Какие-то Что называются Первые Симптомы Потому что С одной стороны Ай-яй-яй Вызывать Скорую Медицинскую Помощь С другой стороны Самому Идти в больницу И несмотря на то Что прием Температурных больных В любой поликлинике Ведется В отдельном кабинете Многие люди К сожалению Так и ходят По врачам С температурой Не говоря Допустим О том Что у них Температура Они не идут Просто в этот кабинет И Есть еще Третий вариант Третья точка зрения Лечиться Ой Вылечусь Самостоятельно Дома Схожу в аптеку Почему Потому что Поход в больницу Это сразу Увеличение Количества Контактных С собой Людей То есть это В транспорте Проехал Уже Плюс Сколько человек Рядом Находилось В общественном Транспорте Тоже Едва ли не Каждый второй Кашляет И бог его знает Почему он Кашляет Это же тоже Неизвестно У него на лице Не написано Даже если Есть маска Вот Какой из этих Вариантов Правильный Что делать Сидеть дома Лечиться Бояться Идти в больницу Чтобы не дай бог Не увеличить Там в больнице Не дай бог Ничего не подцепить Или вызывать На дом Врача Или вызывать На дом Скорую Или идти В поликлинику Вот в кабинет Для Температурящих Больных Смотрите Мы поступим Хитро Скажем Что и те И вторые И третьи По большому счету Правы Потому что Человек должен Сначала Спокойно Оценить Своё состояние Начнем с того Что не каждый Спокойно Может оценить В такой ситуации Когда вот Где-то больной Родственник Лежит В тяжелом состоянии А то еще Не дай бог На ВЛ Поэтому Нужно Спокойно Относиться И к Заболеванию У РВИ Мы с ним знакомы Мы его знаем Но мы его сейчас Больше боимся Кашель Тоже казалось бы Кашлящие люди Но мы должны Понимать Что кашель Это хорошо Это защитная Функция легких Это легкие Очищаются От того Что мы лишнего Вдохнули Это прекрасно Когда мы кашляем Поэтому Кашель Не всегда Является Признаком Тяжелого Заливания Там есть Симптомы О которых Мы сейчас Может скажем Те которые Очень опасные Те с которыми Нельзя Никак Сидеть дома Нельзя Никак Самолечением Заниматься И так далее Поэтому Да Существуют Сейчас Вот тоже Противопедемические Мероприятия Что делать Делать то же Что мы И делали Если вы Заболели Звоните Участковому терапевту Или Семейному врачу За которым Мы закреплены Да Есть сейчас Те которые Кабинеты Которые Принимают Больных Ну Конечно В идеале Лучше По телефону Потому что Все равно Очереди Будут Все равно Там ограниченное Время Там как-то Допустим С 8 До 12 Принимают Это чревато Тем Что да Это опять Скопление Народа Которые Априори Уже Заболели Без Каких-то Симптомов Они не придут Поэтому Нужно Спокойно Оценивать Своё Состояние И Допустим Если Заболевание Начинается Остро С высокого Температуры С высоких Цифр 38-39 А то и 40 Если Кашель Сопровождается Болезнью А еще Не дай бог Сопровождается Выделениями С кровью Если Присоединяются Какие-то Дыхательные Расстройства Ну элементарно Это одышка Как определить Если вот Кашляет Человек Откашливает Ему становится Легче Это хорошо Он откашлял Что-то Хорошо А если Для того Чтобы Откашлить Ему приходится Сделать Глубокий Вдох Или Грудная Кветка Прям болит При вдохе То это Опасные Симптомы Дыхательные Расстройства Высокая Температура Это опасный Синдром Кроме того Хочу сказать Что пневмония У нас Как таковая Все-таки Это не Первичное Заболевание Это Вторичное Заболевание Как правило После Перенесенной УРВИ Поэтому Мы должны Понимать Что Если Допустим УРВИ Обычное На пятый День Вырабатывается Антитела Становится Лучше Человеку Должно Становиться Лучше Если Это Иной Вирус Обыкновенный Другой Вирус А если На седьмой День Становится Хуже Или После пятого Дня Было лучше Стало Хуже Это Тоже Очень Плохой Прогностический Признак И что Тогда Делать Вот Если На седьмой День Стало Хуже Тогда Скорая Помощь Никому Не Отказывает Скорую Помощь Вызывать И Врачи Будут Принимать Решение По поводу Диагноза Есть Такой Диагноз Нет Такой Диагноз Светлана Евгеньевна Вот Такой Вопрос Словосочетание Вирусная Пневмония Хорошо Вирусная Пневмония Но Любой Из нас С вами И слушающих Нас Людей Может Открыть Чтобы Далеко Не Ходить Хотя Б Википедию И Открыть Статью Пневмония И Почитать Что Это Воспаление Легких Воспаление Легочной Ткани Обычно Инфекционного Происхождения С Преимущественным Поражением Альвеол Пневмонии Вызванной Инфекциями Являются Формой Острой Респираторной Инфекции Затрагивающей Легкие Основными Возбудителями Пневмонии Являются Бактерии И Вирусы И тут Получается Если Вирус И так Вызывает В основном Пневмонию То Вирусная Пневмония Тогда Это Масло Масляное А это И есть Масло Масляное Это В простонародье Вирусная Пневмония Потому Что По большому Счету Пневмония Это Пневмония Какого Она Генеза Уже Расшифровывается При Лабораторном Обследовании То Это Могут Быть Инфекционными Агентами Вирусы Например Постгриппозная Пневмония Вот Эту Мы Называем Вирусной Ну Как Мы Называем В общем Правильно Постгриппозная В легионолезная Пневмония Есть еще Такой Возбудитель Который Через Кондиционер Тоже Очень Тяжело Подается Лечение Это В медицине А для Рода Мы Выступаем Для Общих Поэтому Оно так И звучит В общем Наверное Так Сложилось В медицинской Терминологии Такого Конечно Нет Вирусная Пневмония Ясно Звучит Намного Шире Просто В общем В связи С этим Коронавирусом Все-таки Еще раз Сделаю акцент И с тем Что сейчас Много Респираторных Вирусных Инфекций И вот-вот Придет Или не придет Но скорее Придет Грипп Это Цивирусная Поэтому Мы Ну как бы Обобщаем Что это Вирусная Пневмония Конечно К вирусной Пневмонии Тяжелым Течением Обязательно Присоединятся Бактерии Обязательно Это будет Прогноз Тогда Неблагоприятный Более Неблагоприятный Вот таков Механизм И патогенет Смемонии Начинают Вирусы Вирусы Своё сделали И присоединяются Тогда Бактериальные Афоры И грибки И потом Могут Еще Присоединиться Не только Бактерии Но и грибы Какая красота Ну Знаете Что хочется На всем там фоне Сказанного Вами Спросить А как Медицинские Работники Как врачи Не опускают руки И не сдаются Мы все хорошо Помним Те Случаи Когда На Украине В новых Санжарах Забрасывали Автобусы Камнями Бутылками Полили Колеса Лишь бы людей Не привезли На обсервацию Из Уханя Мы помним Что когда Самолет летал Над Украиной И думал Куда ему сесть Там На западной Украине Водили хороводы Вокруг больницы С иконами И молитвами Украинского Патриархата На тему того Чтобы Не дай бог Не приземлился Здесь И не привезли сюда Мы помним Как Они пели гимн Украины Когда к ним Не привезли Все таки А повезли В новые Санжары Этих людей Мы помним Как Там в больницах В одной из больниц По моему Львовской области Весь коллектив Написал заявление По собственному желанию Узнав Что и к ним Могут привезти А у нас люди Работают Лечат И часто Ценой собственной жизни И здоровья К сожалению Вот именно Ценой собственной жизни Здоровья К счастью У нас Таких случаев Нет Вопиющих Не встречалось Если честно Сейчас уже подключили Перепрофилировали Первую больницу Сейчас занимаются Пневмониями Респираторными Ковидными Кто как Светлана Евгеньевна На мгновение Связь пропадала Вы сказали Перепрофилировали Первую больницу Умеется ввиду Первая городская больница Города Луганска На медгородке Напротив Медицинского университета Да Да Я именно это имела ввиду И вот тут Включились в работу Не только терапевты Но я бы сказала Терапевты Они врачи Широкого профиля Семейные врачи Но и гинекологи Ну пульмонологи Тоже это И гинекологи И эндокринологи Невропатологи Которым Ну казалось бы Ну все равно Это узкая специальность У них опыт есть В этой узкой специальности Казалось бы И страх в глазах У них был Но ничего Не проявилось Это ни в каких Возмущениях Ни в каких Увольнениях Ни в каких Отлыниваниях От работы Вот это Чего не было Того не было Поэтому это Низкий поклон врачам Конечно им помогут Терапевты Конечно им помогут Инфекционисты Все знают Что гинекологу Принять решение Просто тяжело Знание есть Но опыта нет В этой области Поэтому взаимопомощь Здесь Ну Играет большую роль Поэтому Ну справляются Врачи Справляются Подключились И хирурги Подключились И анестезиологи То есть врачи И молодые специалисты Наши Вот еще Вчерашние интерны Пожалуйста То есть фактически Помните ситуацию В фильме Леонида Быкова В бой идут одни старики Когда в общем-то За считанные дни Вновь прибывшие Уже может быть И назывались По праву Стариками А прибывающие Вновь были только Желторотиками Это большой опыт Это большой опыт Фактически повторяется Ситуация Ну а иначе нельзя Получается Это такой опыт Который вот Экстренно Нужно приобрести Это Может быть На адреналине Эти дети Ну вот Я Вот Молодые девочки Казалось бы Тоже Ну вот такая вот Разведка Боем Получается Да Разведка Боем Значит Можно Можно Ити в бурь Можно Играть Да Тогда в завершении беседы Хотелось бы еще Напомнить Нашим радиослушателям Я думаю Вы меня поддержите Что Прежде чем Сказать Что Ай Ко мне невнимательно Отнеслись Или Ай Меня ни тем Ни от того Лечат Или вообще Врачи плохие Нужно Прежде всего Понимать Что Любой Медицинский работник Любой врач Это тоже человек У которого есть Семья У которого есть И дети И родители Которым Нужна так же И не только сегодня Защита Здоровья И забота И тоже есть Свои планы На жизнь Поэтому эти люди Как раз таки Медработники Которые Вот как вы сейчас Всех перечислили Включаются В этот бой Встают в ряды борьбы С сезонными И внесезонными Различными инфекциями Фактически Но Это подвиг На грани Жертвования С собой Ну как Матросов На амбразуру Ой Я прям Загордилась Что я тоже Врач Я тоже Причислила Героям Но Большой поклон Я же говорю Большой поклон Всем людям Которые работают И круглосуточно И В закрытых режимах Это просто Нужно сказать Большое спасибо И действительно Они ходят в семьи У них тоже есть дети У них есть мужья У них есть родители И приходится еще дома Как-то выполнять Эти противоэпидемические Мероприятия Кроме того Что дома Нужно отдохнуть Нужно устроить быт Никуда от этого Не деться Всем Нужно Поберечь свое здоровье Нужно детям Внимание уделить И еще Нужно противоэпидемические Мероприятия Потому что Все-таки Они приходят С рычага Тоже это опасно Поэтому Расслабляться Нельзя Нельзя расслабляться Пока что Именно Никак Спасибо И многие Не смогли отдохнуть Даже Медики Потому что Такая ситуация Поэтому Можно пожелать Быстрейшего завершения Да И Уходя с любого приема Можно сказать Спасибо доктор Вот Я благодарю вас За то Что вышли с нами На прямую Телефонную связь И рассказали О том Как сейчас В республике Ведется борьба С различными Вирусами И сезонными И Всемирными Пандемического Характера Ну и Конечно же Желаем Всем Врачам И Пациентам И тем Кто еще Не стал Пациентами Лучше Пусть не Становятся Здоровья Здоровья Еще раз Здоровья Я благодарю Вас Напомню Мы беседовали С ассистентом Кафедры Инфекционных Болезней И эпидемиологии Имени Валерия Фролова Луганского Государственного Медицинского Университета Имени Святителя Луки Светлана Якимович Приходите К нам Еще В студию Будем Ждать Вас Только с Хорошими Позитивными Новостями Ну а Вы Друзья Следующий Здравствуйте Доктор Жалуйтесь Да я Похвастаться А Ну тогда Будьте здоровы